Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy S24 FE против S24 это базовые версии данных смартфонов на 8 гигабайт оперативки и в случае с S24 FE версия на 256 гигабайт, вот кстати не в курсе будет ли на 128 гигабайт, возможно будет, но по крайней мере сейчас ее в продаже и в наличии нет, есть только на 256 гигабайт. А S24 он на 128 гигабайт, то есть это самая дешевая версия 8 128 с Exynos процессором, глобальная версия, вот и также есть еще версия на 256 гигабайт встроенной памяти. По стоимости S24 обычный будет значительно, в принципе достаточно значительно дороже, примерно на 20-25% по сравнению с S24 FE. Ну видим, да, как отличаются коробочки и собственно, да, переходим к сравнению комплектации этих двух устройств. По стоимости наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Так, ну видим, да, отличается размер коробочки, комплектация отличаться не будет, но давайте убедимся в этом, да, посмотрим. Тут у нас такой вот конвертик, в конверте только Type-C на Type-C кабель оригинальный, документация и скрепка для сим-слота. Вот так вот устройство располагается в коробочке, синий-голубой цвет, тут, по-моему, 4 цветовых варианта, все такие цветастые и более строгие, такие темные цвета будут у Galaxy S24. Да, это серый, черный, вот такой вот фиолетовый и еще желтый, единственный светлый цвет из официальных. Ну, есть еще там какие-то дополнительные фанатские цвета, которые там отдельно нужно где-то заказывать, так просто их не купить. То есть тут комплектация все то же самое, конвертик, в котором Type-C кабель, скрепочка для сим-слота, документация и сам смартфончик. Вот, все, есть, такой вот фиолетовый и такой вот синий S24 FE. Видим, по размерам они реально вот прям сильно отличаются, то есть это по размерам как плюс. S24 Plus это такой компактный маленький телефон. Вот, экраны, металлическая окантовка, тут стекло, тут такое матовое стекло, тут более глянцевое стекло. Ну, мне матовое нравится, как выглядит больше на Galaxy S24. Вот, и следующее, да, значительное отличие, это размер рамок. То есть вот посмотрите, насколько тоненькие рамочки будут у Galaxy S24, насколько они огромные у FE версии. То есть это вот прям такой огромный намек, что это более дешевый смартфон, более такой смартфон попроще. И они вот так вот их отличают, да, сами Samsung, что вот тут огромные толстые рамки, особенно огромный подбородок. А тут, ну вот, очень-очень тоненько, сейчас открою белую настройки, например, то же самое тут сделаем. Ну вот, видим, да, как отличаются рамки снизу по бокам, вот сверху. Так, что, давайте добавим сейчас яркости максимально. Так, адаптивную яркость выключим. Чуть ярче дисплей. Чуть ярче на S24. И также у него больше пиковая яркость. Тут 1900 нит, тут 2600 нит. 6,2 дюйма дисплея, тут 6,7 дюйма дисплей. Экраны по разрешению одинаковые, 1800 на 2340. Вот, Corning Gorilla Glass, тут Victus Plus, тут Victus 2. Есть Always On Display, тут Always On Display нет. То есть, Android 14, One UI, все самые последние прошивки, искусственный интеллект и там, и там. Но отличается по... Чуть-чуть будет отличаться по процессору, да. Тут какая-то E-версия процессора 2400E. Тут обычный 2400E, оба 4 нанометра. Вот, Eclipse 940, видеоускоритель. Так, давайте смотреть в бенчмарке. История. Вот, результаты у нас будут... Ну, видим-то, чуть больше набирает, кстати, обычный в этом тесте. Видеоускоритель то же самое примерно, тоже чуть больше S24 обычный набирает. И по Antutu бенчмарку давайте посмотрим. Вот, то же самое, плюс-минус, одно и то же. Но, видим, во всем, почему-то каждый раз, именно S24, он как будто чуть мощнее. Вот, все-таки, возможно, тут немножко вот урезан этот процессор. На S24 FE. Вот, ну, во всем остальном, да, так-то по системе, ну, очень быстро все работает. И там, и там 120 Гц, шикарные экраны. И давайте запустим одновременно PUBG Mobile. Посмотрим, где быстрее загрузится эта игра. Почти идентично идет. Загрузка, проверка обновлений. Тут какое-то обновление доустанавливается. Сейчас еще послушаем динамики, как будут отличаться. Вот, все загрузилось. И там, и там будет все на самых максимальных настройках в PUBG Mobile работать. Так, закрываем. Давайте теперь послушаем динамики этих двух устройств. Так, максимальная громкость. S24. S24. S24 FE. по этому показателю не слышу никакой разницы динамики звучат плюс-минус одинаково так что по камере ну по цифрам тут трехкратный оптический зум 30-кратный цифровой максимальный зум вот 50 мегапикселей 50 мегапикселей по видео мы можем писать 8к 30 кадров 4k 60 кадров full hd 60 в общем все абсолютно еди идентично одно и то же так давайте посмотрим тут как мы можем по записи да все то же самое full hd full hd ну камеры абсолютно идентичны так вот закрываем по возможностям камеры что касается батарейки батарейка понятно будет больше на s24 и тут 4700 против 4000 у s24 25 ватт и там и держится зарядка 15 ватт беспроводная зарядка у s24 фи не будет реверсной зарядки тут четыре с половиной ватта есть реверсная зарядка то есть вы сможете что-то подзарядить там наушники или у кого-то там будет садиться телефон вы сможете там несколько процентов докинуть но вот я пользуюсь с 24 с 23 ультра тоже есть реверсивная зарядка и я заметил если выйти чей-то телефон подзарядить и на пять процентов то на вашем телефоне заряд примерно в два раза больше будет из расхода то есть на ваши десять процентов зарядки вы подзарядить и пять процентов вот да если примерно там одинаковые батарейки у устройств плюс-минус поэтому тут вот такой такой да непропорциональный расход получается поэтому там на чуть-чуть кому-то подзарядить можно но в целом особо лучше не пользоваться слишком часто и слишком много этой функции но то что она есть это безусловно плюс вот то есть что мы по большому счету имеем да это одно и то же устройство но тут она в более компактном корпусе с более до элегантными рамками туда более такие как бы рамки менее до элегантные больший корпус тоже самое абсолютно устройство по камере по экрану по процессору по производительности то есть ну вот на самом деле их не отличить даже в этом показателе вот единственное что с 24 будет лучше по батарейке ну принципе да и все с 24 более компактные с более тонкими рамками если тут сделать более тонкие рамки да ну они это я так думаю специально конечно же не делаю для того чтобы не не создавать особо большую конкуренцию с устройствами с 24 с 24 плюс тут сделаны такие вот огромные рамки если вам это не принципиально то лучше купить с 24 если вам это принципиально вот лично мне конечно значительно больше нравится тоненькие рамочки вот она вот классно выглядит вот то возможно стоит переплатить тем более если вам точно нужно компактное устройство тот стоит вот тут если были бы тонкие рамочки то вообще вот это с 24 с 24 плюс они бы на самом деле наверное даже никому и не нужны были на этом все спасибо за просмотр пока